Творческая семья Ксения, им по 29 лет Сергей работает фотографом, а Ксения же астролог У них есть дочка Карина Учится в высшей школе музыки, играет в духовом оркестре на фаготе Они любят путешествовать и отдыхать вместе А еще и готовить Сегодня поделятся своими кулинарными рецептами Расскажите, что же мы сегодня будем готовить? Мы сегодня потушим оленину Северное мясо И Ксюша приготовит соус, можно сказать, северный соус Соус очень интересный, он с мороженой, со сметаной и с медом То есть это к оленине мороженое? Да Как интересно! А как подготовить правильно оленину? Ну, потушим Просто потушим Обычно по-икутски Без никаких приправ Просто потушим и будем макать в соус И так Я знаю, что есть еще одно блюдо Да Это будет ягодный пирог из брусники Тоже абсолютно простой рецепт Песочное тесто Ну, бисквитное песочное тесто и брусника Все очень просто И вот такой вот можно приготовить ужин И, в принципе, быстро, я думаю, это будет Давайте же приступим и покажем, как это нужно делать Так вы все часто готовите вместе? Стараемся, да Нет, не часто Не часто? Ну, как бы редко Да, может, сразу прям, да Ничего страшного У нас все как на обычной настоящей кухне Есть фартуки, если что, не бойся Прямо как дома? Прямо как дома, да У нас все как дома У нас иногда тут рушится творческий беспорядок Ничего страшного Такое же у всех бывает Я начну с ингредиентов масла Масло сливочное Перетирается с сахаром Масло комнатной температуры Деревенское масло тоже, между прочим Красота какая Ксюша, прям как ведущая телепередача Готовка А я заскромничаю и научу Так, ну давай Теперь ты расскажи, как твой секрет нарезки мяса Ну, как бы секретов нету Просто я, как бы, немножко брезгливый Ты очень, нет Ты что, ты очень любишь с мясом? Нет, нет, я мясо люблю, как бы Брезгливый в плане того, что я там Косточку убираю Как бы, всякие жилки и все-все-все убираю Только, как бы, мякоть полностью Я очень люблю Как бы, всякие жилки Вот это все я стараюсь на момент нарезки Все это убрать Стараюсь полностью Оставить чисто мякоть Да Да, чтобы прям во время еды Ничего, никого не смущало А было какое-нибудь блюдо, которое Волнительно вы готовили друг к другу Вспомните такое? Друг к другу? Нет, я помню, я помню, что мы в деревне Как-то мы обычно Летом, зимой выезжаем в деревню к родственникам И там Сережа как раз-таки опять же экспериментирует с мясом Да, я очень люблю мясо На самом деле И стараюсь Закупил всяких чугунных сковородочек Пытался готовить в минус Ну ладно, 40, наверное, было где-то Холодно было на улице И я готовил стейк на... Я посмотрел как-то в интернете Получается Бревно берут Бензопилу его так на 8 частей пилят Не до конца Чтоб дырочки остались И получается туда Кладешь бумажку Поджигаешь И чтобы там костерчик был Это, по-моему... Это бревно, короче, горит по-моему, да? Финское бревно, что ли, называется, да Не помню название Но я в интернете просто увидел И решил вот так вот Брата попросил, чтобы он на меня распилился И вот так вот я готовил Первая попытка была такая Неудачная Ну я выхожу на улицу с дома И смотрю, что вот стоит это бревно Из него валит вообще страшный пар Страшный дым какой-то Вижу сковородка с мясом, ну, со стыком Были такие глаза И он тоже сидит так вроде бы Ну, говорит, нормально все Так и должно быть А там дым такой вообще страшный Страшно пахнет еще И в итоге это мясо Оно должно было нам достаться на обед Но оно досталось на обед собачке Потому что оно сгорело полностью И пропахло дымом Да, поэтому первая попытка моя была неудачна Но сейчас ты спец по мясу Ну, я бы не сказал Но летом оно получилось Просто я подумал, скорее всего, не вышло Потому что в минус 40 Огонь и дым Ну, оно, по-моему, совсем по-другому работает Теперь наши зрители знают, чего мне стоит делать В минус 40 Видимо, как бы костерчик для стейка На открытом огне как бы не то Масло с сахаром я перемешала Но, можно сказать, растерла Смотрите, какая смесь получилась У нас такая консистенция Такая мягкая Добавляем сюда яичко Одно Нет, яичко два Два яичка А каким блюдом ты удивлялась, Сережа? В первый период отношений А всякое Нельзя? Знаешь, у него в семье Очень любят обычную, простую Якутскую кухню То есть это супы, да, говяжьи с вермишелькой Просто жареное мясо То есть не жареное даже Пареное мясо, тушеное мясо С кашками разными Там с гречкой, с рисом, да Потом Ну, такие обычные, вообще обычные блюда Никаких там супер-пупер салатов каких-то, да Единственный салат какой может быть свекольный Там с луком Просто свекла натертая с луком Вот, и когда мы начали жить вместе Я очень люблю русскую кухню Я ему готовила всякие разные супы Там солянка Всевозможные там Не знаю, там горячее мясо с подливой И с чем-то, с каким-нибудь там гарниром И он всегда удивлялся, да? Угу Я всегда спрашивала, а ты что такое? И что это сегодня у нас в блюде лежит? Я говорю, даешь перец красный в супе Я знаю, что ты покорила Сережу своей хозяйственностью Да? Сережа? Да, так оно и есть Расскажи эту историю вашего знакомства Ну, как фотограф я работал в студии у Леши И нам, как говорится, пришло время, когда надо было расширить Штат сотрудников, да? Штат сотрудников И была, наверное, скорее всего, конкуренция нескольких девушек Вот И выбрали Ксюшу Я даже не знал, что это будет Ксюша То есть ты не знал, что эта выбранная девушка будет станет твоей женой? Да, как-то Леша у меня спрашивает Так, кого выберем? И он перечисляет и список В плане того, что Кто где чем занимался Да, я, скорее всего, подумал То, что самая ответственная будет девушка Которая с ребенком Живет рядышком И, как говорится, работал кое-где в таком прям в мощном месте Ну и я Леше говорю Леша выбрал Ксюшу Все, Ксюша приходит к нам работать Бывают же вот девушки бразильевые такие Когда полы моют, как бы, да? Там перчатки надевают, там ходят такие Вот А тут Ксюша сказала Ксения, помоешь там полы? Там все такое Ну, это входили в обязательства в студии, чтобы Студия чистая была все время Ксюша такая Водичку в ведро выливает Где тряпка? А вот тряпка Тряпка Жесткая Жесткая Прямо конкретно Вот как вот настоящие, как бы, девушки, да? По ней можно было сказать, что она не такая, как все Взяла сразу Я не надела перчатки и сразу стала мыть голыми руками, да? Да, это Это мне, ну, показалось, как бы Ну, потому что я сам тоже так мыл С плечатков, что ли? Без А, без Поэтому, ух, как Ну, на меня похоже Нормально так Покорила мойкой пол Да, это мы так шутим Ага, с ним Как бы я, скорее всего, был, ну, скромничал Боялся подойти к ней Там, пошутить чего-нибудь такого Особо к ней, как бы Не подкатывал, можно сказать Стеснял Стеснял Да Свои чувства Я больше стеснялся Кстати, я вот в пирог добавила разрыхтитель теста Да Извините, перебью, да? И сейчас у нас очередь для муки Давай, я помогу Добавлю Давай, цепь я буду Смешать А ты да, рассказывай Давай Женщины любят слушать Вот чем она тебя покорила? Давай Ну, первых, очень красивая Поэтому я и боялся подходить к ней Я боялся то, что меня, как говорится Оторгнут, наверное Все В основном мужчины боятся Того, что типа Отвергнут там Скажут там Куда пошел? Вот Ну и Как-то я ее Позвал Типа на съемки Типа на съемки Такой Ну ты же там начинающий фотограф Давай я тебя пойду там Посмотришь, как я снимаю Репортаж Ну, как бы Поучиться Поучиться репортажу На одном мероприятии Это был На катке, да? Нет А, сначала это был КВН Да Мы пошли на КВН Потом На следующее мероприятие КВН был в 7 часов А на следующее мероприятие В 9 часов Он пригласил меня на каток А ты вот в этот момент Ничего не подозревала? Ну, нет Или ты его сразу Такая заприметила? Не, ну, когда Я пришла работать в студии Я, конечно же, сразу Заприметила Такого красивачка Будет мой, да? Нет, но он мне очень понравился Тем, что он Такой харизматичный Чувствую, на сегодня Блюдо получится Безумно вкусным Потому что они заряжены Любовью вашей Вот, мы пошли на второе мероприятие На КВН И там На каток Ой, то есть на каток, да Прямо это Забыла все И там Был такой жест Очень интересный Жест Когда я поняла Что все-таки Я ему, значит, нравлюсь Да Мне тоже нравился Он меня просто Приобнял вот так вот И прижал И вот так вот Я не знаю На что он такой вот Жест сделал Я не помню, конечно Ничего себе Он говорит Стеснительный Сережа Тоже мне стеснительный Взял Такой Обнял Поцеловал Ну я стеснялся Да Он не мог держать чувства Видимо Ну конечно Покорила его сразу И после мероприятия Мы сели отдохнуть Ну он там снимал Я ходила, смотрела На лавочку Никого нет Каток Никого нет абсолютно Тишина Это между сеансом То есть Перерывчик был А, ну да, кстати Перерыв был И мы сели на лавочку Как-то Он начал фотографии свою показывать Ну с этого Ах, какой Сережа Я такая к нему Близко так села Я такая смотрю И он такой Тоже вот Вот так вот Близко-близко Ну и в этот момент Короче мы поцеловались Вот Ничего себе И ушли С катка Уже парой Ну вот все Подожди Еще самое смешное А, ну да Там Когда мы Такой, знаешь Романтический момент Вот этот Первый поцелуй И все такое И в это время Там же вот Стеклянная же Вот где ты сидишь Ага, стеклянная И там вот эта вот Бабушка-вахтер Щетка Бых-бых-бых Что это вы тут делаете И все Вот буквально Несколько секунд Мы ее не заметили На всю жизнь запомним Эту бабушку Нет, я не помню Лица бабушки Честно Помню вот этот Суп Ну слава богу Хорошо, что ты ее не помнишь Ой, не могу Ну вот с этого дня Мы стали парой После месяца Знакомства Да Вот такой вот стеснительный Сережа Говорит, стесняется Надо сразу Быка за рога Молодые люди Да У меня вот тут Получилось уже Готовое тесто Все последний у нас Пунктик остался Для нашего десерта Пирога Пирога С вкусненькой Выкладываем тесто В смазанную маслом форму Вот Потом его там надо будет Распределить И будет уже Немножечко сладенький Да Все это будет посыпано Сахарной пудрой Обычно мы Иногда что-нибудь готовим У Наташи А конечниковой берем Из рецептов Книжки Вот А так У Ксюши Достаточно тоже своих рецептов Которыми она Авторских, да Ну допустим Вот этот пирог с брусникой Он почти что авторский Потому что Однажды зимой Я увидела Что у нас в закромах Залежи брусники Очень много И на балконе И в морозилке Я думала Очень долго Что с ней делать Потому что варенье Мне не хотелось Ну какой-нибудь десерт Это подошло бы Брусника А вообще она такая Кисленькая же ягода И она очень хорошо Сочетается с песочным тестом Вот Я подумала Что песочное тесто Я умею делать Вот И просто Как бы Если закинуть ягодку Вот сюда сверху И Получится такой пирог Вкусный Ксюша Прямо настояла На том Чтобы Ягодки Были замороженные Да Ну они не теряют Когда вот кидаешь их Они не теряют Свой вот Свою кругленькую форму То есть если они будут Такие уже Ну водянистые Да Размороженные Это будет некрасиво А мы их когда добавляем То есть в самом конце Нет Сейчас можно Прямо сейчас Я тогда их могу вытаскивать Вот наши ягодки Что там с мясом Тушится А как вот у вас Изменились отношения Вы мне рассказывали Про такой первый пирог Но с годами же Все знают Что Я кстати думала об этом Простите Вчера только буквально Да Думала Как наши отношения Изменились Вообще со временем Я поняла Что оказывается Все таки Настоящая любовь Она приходит Только со временем С годами Прям настоящая любовь Крепкая любовь Где присутствует Уважение Где люди ценят Друг друга А это Почему с годами Потому что мы В течение жизни Да Семейной Сталкиваемся С какими-то проблемами С какими-то ситуациями Которые надо решать И когда мы вдвоем Что-то Ну какую-то проблему решаем Да Мы видим У кого какой характер Ну то есть Мы раскрываемся И друг друга Лучше узнаем Если сначала Ты думаешь Ну просто на химии Да Ты влюблен Может быть даже Во внешность Просто Да То со временем Понимаешь Ну то что Вот внутри Какой человек И вот Я думаю Что вот это Настоящая любовь Когда узнаешь По-настоящему Близко Это прям А вот у тебя Как Сереж Скажи Как вот на твой взгляд Поменялись отношения Ну я полностью Согласен Со своей женой Потому что Чего только мы Как бы Не встречали На своем пути Как говорится Да И И грустные моменты И веселые моменты Это все Как бы В совокупности Приходит К конечному Результату То что Любовь Она такая А вот Какой совет К себе Ты бы дал Вот до брака Вот допустим Ты вот сидишь Вот сейчас Вступишь в брак И какой бы совет Ты бы себе дал Интересно Интересно Надо подумать Да Надо подумать Как бы Совет к себе Да Да Совет себе Вот прям В любви Самое главное Ты скажешь Потом я скажу Какой бы я себе Два совет Ну-ка давай Все Хватит А все Я увлеклась Хорошо А что Так много Нормально Нормально Да Все Можем брать Если что Нет А ты прям Сахарочку Ничего не добавляешь Нет Мы сахарную пудру Еще Сахарную пудру Все Отлично Тогда мы Прям вот так Отправляем ее А как ты понимаешь Что тесто Уже готово Вот так же Очень сложно Бывает понять Ну просто берешь Деревянную палочку Стыкаешь И если остается Что-то на деревянной палочке Естественно Значит оно не прожарилось А то есть не пропеклось Ну как в старину Мы всегда делали Я вот допустим Так не рискую делать Я прям боюсь У меня вот иногда У меня вот иногда Не получается Так что Я думаю Нам уже надо Отправлять ее В духовку Да Кстати Духовка у нас уже Стоит Нагретая Полностью 180 градусов И мы уже туда Отправляем До свадьбы До свадьбы Вот Ксюша сказала Хочет до свадьбы узнать Совет После свадьбы Честно сказать Как бы Отношения У нас особо Не поменялись Не особо Не поменялись Да Бывает же У кого-то Наверное меняется У нас как бы Не поменялось Я даже не знаю Какой совет Себе могу дать Ну типа Терпения побольше Стальных нервов Да А сразу вспомнил Вспомнил До свадьбы Попробуйте Съездить В путешествии Один и два раза Обязательно Вот это да Это Как бы Знаете Вот Оказаться в другом городе В другой стране Как бы В каких-то ситуациях То есть Могут быть разные ситуации То есть Это могла быть Ситуация того Что В аэропорту Ксюша как-то Я покупаю обратный билет Все Улетай обратно Оставайся тут сам С моим горячим характером Да Вот Видите Ну как бы Это же Когда люди ссорятся Это все Вот так Ну вот я и говорила Про проблемы И про ситуации Которые нужно вместе решать Ты тогда Взяла себя в руки Осталась Да Или улетела Деньги-то у меня были А ну да Чистый мудак Ну конечно Я хотела Его просто Позлить Да Да Как я тебя понимаю В этом плане А у меня У меня совет К молодым Вот прям Вот такой простой Да Но очень Вот прям На всю жизнь Запомнить его Надо Никогда Не рубить С плеча С горяча Когда вы ссоритесь Никогда Не действовать С горяча То есть никогда Нельзя Точнее даже Говорить Слов с горяча Каких-то При ссорах Потому что Вылетает Вообще Невообразимое Что-то И ты потом думаешь После ссоры После перемирия Как так Я вообще Могла Такое сказать Ну да Вот Это мой Главный совет Ну да Так У нас там уже Салатик Ты нарезал И режем Мне надо посолить А у нас Кстати Салат Салат будет Он Такой немножко Необычный Наверное Для нас Салат Из помидоров Огурцов С петрушкой И С кедровыми Орешками Жареными Ну то есть Такой Казалось бы Обычный Да Но ингредиенты Такие интересные Вот соль Ну вот Интересный ингредиент Это вот Кедровый орешек Такая фишечка Да Фишечка Изюминка Так Засекли мы время Когда пирог Положили Минут Пять прошло Пирог Пирог Кстати Нужно печь Где-то минут Тридцать пять Хорошо А какой Вот самый Такой Запоминающийся Сюрприз Сделать тебе Сережа На день Святого Валентина Все-таки Сейчас февраль Ну-ка Я ничего Не подозревающее Захожу домой Дома Значит Подруга Говорит Ты пока Не заходи В свою комнату Ага Я говорю А что Уже Раздеваюсь В колготках В одних Стою Оказывается Она меня Снимает На видео Ну все Можно заходить Все Все там готово Я открываю дверь И там Значит Ну В конце комнаты В углу Кровать И к этой кровати Лепестками роз Выложена дорожка И там На этой кровати Сердечко Сердечко Из лепесточков роз Цветы И шоколадка По-моему Я не помню Шоколад был или нет Просто я вот Когда увидела Вот эту дорожку Из цветочных лепестков Это меня просто Поразило очень Как героиня Какого-то фильма Знаешь Да Это тоже Казалось бы Очень просто Но на самом деле Когда ты видишь Это в жизни Что для тебя Любимый человек Постарался Сделал дорожечку Вот эту вот Ну говорят же Со временем Романтика Она пропадает Как вот эту романтику Сохранить Нет Она у нас Не пропадала Никогда Мне кажется Это все зависит От людей Ну то есть Если От пары Какая пара Да Если Вот например Встретишь пару Да И вот думаешь Ну вот женаты Они там 10 лет Да И вроде бы На людях Как-то не обнимаются Там не целуются Не прижимаются Друг к другу Да И думаешь Ну значит Они не любят Друг друга Ну это Это же не так Это неправильно Так думать Про них На самом деле Романтичность Вот эта вся Она остается Только она никому Не видна Она не видна Окружающим Да Романтика Ой Романтика Ой Да Она как бы Такая вот Кстати вот Ой Ой Увидишь Увидишь На остановке Романтическую парочку Такую Ммм Надо будет Жене там Что-нибудь сделать Такое вспоминать То есть они тебя вдохновляют Да От людей Смотришь Вот Особенно когда Как я фотограф Как я фотограф Как бы И love story Снимаю Иногда Порой бывает Такая Ну классная Парочка У меня Только что Была А люди Живут Love story Там Предсвадебные Вот эти Это же Как бы Все Любовное Любовное То есть Они просто Такую энергию Излучают Да Да Возможно Я как бы Обитаю В такой сфере Да Поэтому Время от времени У меня Вот эта романтика Так Как бы Появляется Там Подшутишь Над женой Как-нибудь Там Что-то И подготовишь Иногда Подходит Такой Говорит Дорогая Я кажется Заново В тебя Влюбился А Ну как бы Ну это тоже Очень приятно Ну да И сразу Вдохновляет Сразу готовить Хочется Да Сразу Что-то Хочется Делать Так что У нас Лично у нас Романтика Никуда Не пропала Сколько мы С тобой Вместе Пять лет Пять лет Ну это Маленький Срок Все равно Но все же Все равно Хочется Друг с другом Дурачиться Обниматься Просто Ну В общем Мы друг друга Очень сильно Любим Ценим И уважаем Я знаю Что вы Фотографы Ты немножко Поменялся С рот Деятельности Но тем не менее Давайте Вот пять позировок Для пары Вот love story Вот мы пришли На съемку И как вот Сделать Крутые кадры Вот буквально Пять поз Давай Титаник Титаник Да ладно Серьезно Я уже поверила Да я шучу Если камера здесь Ладошки ставишь Иди сюда Позировать же должны Так Первая поза Это обычная Классическая поза Для портрета Дорогие телезрители Берем идеи Дальше Что-нибудь Как бы Вот так В этом плане Где обнимаются Поцелуй меня еще сюда Это как вторая поза Видите Вторая поза Может она увезти взгляд Куда-нибудь Денис Да Третья поза Волосы нюхаешь Мы были Лена сегодня Ну ты же так шутишь Да С парами Да я шучу Шутки бывают А вот такая еще Это обычно сидячий поз Да Где девушка бывает Сверху Ну сидячий Ну можно конечно Еще и на стол Сесть Ну мне На самом деле Импровизация Больше То есть позы Они идут от пар То есть Видите Ну как бы Те возложения пары Разные же бывают И ты там уже Каждому индивидуально Подходит Сережа Как бы Я видела Ты на съемках Прям такой Давай еще Хоп Прям пластика такая И все получается Очень Плавно Ну то есть Там не надо Вот на фотосессии Кстати Не нужно Какие-то пары Постановочно Как-то Слишком Слишком Постановочно Тоже нет Потому что Всем процессом Должен управлять Фотограф Вы расслабляетесь И просто Друг друга любите Да Как бы С хорошим настроением Главное Прийти на съемки Да На съемку Надо в общем Проходить с хорошим настроением Это один из важных факторов Как бы Самый важный фактор А если же вы допустим Такие поругались И такие Ооо У нас запись стоит Да И что вы вот делаете И там Опа Така стоит обниматель Така стоит недовольная Например Что это делает Фотограф в такой ситуации Ну я не знаю Шутки шутить Камеди Клаб Камеди Клаб Продакшн Мне кажется Наше мясо уже потушилось А я сейчас Займусь соусом Для оленины Продолжим готовку Сразу после рекламы Не переключайтесь Тут Сережа нарезал Помидорчиков Огурцов Петрушки И в этот салатик Нужно будет Кедровый орешек Добавить Но прежде чем добавить Нужно его пожарить Слегка Прожарить Потому что у кедровых орешков Раскрывается При жарке вкус Ну то есть без масла Без ничего Просто на раскаленной сковородке Так вот Да можно сюда Все Высыпаем Без масла А без масла То есть она просто так стоит Да просто стоит Можно немножко помешивать В течение Пяти минут Наверное Пяти минут хватит А как вот преодолеть быт? Как вот вы разделяете Свои обязанности в доме? Ну я сейчас скажу Конечно Это Сереже не понравится Жутко Носки разбросанные Да? Ну вот это да Это есть Это у всех есть Ну в общем быт у нас Как строится? Я Естественно Как женщина Дома я готовлю Убираюсь Стираю Это естественно Все на мне Сережа Что делает дома? Когда у нас Что-то сломалось Допустим Полотенчика в ванной А вот эта сломанная вещь Будет стоять Долго Очень долго Он очень долго Будет готовиться К тому Чтобы эту вещь Отремонтировать Но в итоге Все равно ремонтирует Но по происшествии времени Так что нужно Женщинам терпение Всегда терпение нужно Вот Иногда Сережа готовит Когда у него есть настроение Завтрак например Или ужин Вот так же с мясом Ну это классно Мне кажется Это прям вот такое Вот редко случается Но здорово Когда мужчина Умеет готовить Или посуду помоет Это тоже Как бы плюс Кстати я давно по-униму Ага Ну вот видите Как интересно Так что быт у нас Как и всех Абсолютно У нас были деньги Ну мне кажется Каждая пара Она все-таки Под себя подстраивает Да ведь Вот как кому комфортно Главное Чтоб каждому Было нормально Ну еще может быть От менталитета Может кстати Зависит Есть же Такое то Что я Хозяин дома Мужчина Пришел на диван Развалился Там все такое Деньги приношу Да деньги приношу И все Что вам больше надо Нет на самом деле Сережа очень заботливый И он старается Всегда помочь Если видит Что например Я устала Или у меня Нет настроения Или просто Хочет порадовать Он мне что-нибудь Готовит Или помогает Опять же Ту же посуду Помыть Ну то есть Он очень заботится Стараюсь Давайте расскажу Про соус Давай Соус будет Такой Немножко Очень странный Но К северному мясу К оленене Этот соус Прекрасно подойдет Готовится он Как Мы должны Перемешать В блендере Морошку Сметану И ложку меда Ну тут где-то Грамм Не знаю По 100 Наверное И смотрите Есть Вот кто-то любит Морошку без косточек Да Можно протереть Морошку через сито Сначала Чтобы косточки Остались Мы будем делать С косточками Потому что Косточки тоже полезны Орешки у нас уже готовы Их можно кинуть В салат Прям горяченькие Или почти остынуть Да Можно А еще Мы забыли Сыр Сыр надо порезать Сережа А я забыл Сыр Рассольный Он такой Немножечко Соли добавляет Поэтому вы салат Не солили Да Да Поэтому не солили Ничего К салату Можно перец Немножко Чуть-чуть Сверху Где ты нашла Такой соус Рецепт такой Кстати Морошка Вообще Моя Любимая Ягода Я ее Обожаю С детства И Нас на днях Угостили Морошкой Со среднеколымска Она Я думаю Так Мы же завтра Идем готовить Поэтому Решила Морошку Применить А нашла Я вот этот Соус Ну конечно В интернете И буду делать Его первый раз Да ты что Ну это здорово Что ты не боишься Экспериментов Нет Я не боюсь Экспериментов Мы вообще Бунтарик Да Да С тобой На самом деле Как бы В жизни Надо пробовать Все А еще Бывает такое То что мы Как-нибудь Сядем По настроению И решим Куда-нибудь Улететь А То есть Просто так Запросто Можете взять Собраться И улететь Ну Ну как бы Вроде не планировали Не планировали Тут раз И захотелось Но это все Из-за того Что у нас Наверное Такой Свободный График Да Да Мы же Сами себе Сами себе Начальники Ну Мне нравится Еще в вашей паре Да То что вы Со временем Всегда Вдвоем Развиваетесь Вот что-то У вас Постоянно Меняется Что-то Вы новое Делаете А как Вот продолжать Двигаться Дальше И что-то Вот Желать Ну Это тоже Наверное Все от человека Зависит Если человек Просто Ну Характер у человека Стабильный Ему ничего не надо Кроме своей работы Которую Которую он любит Да Когда не хватает Вдохновения Вот Тогда же хочется Чего-то новенького Мне так кажется То есть Вы как творческие люди Вот это Ваш такой плюс Вы можете Где-то Вот что-то Хотеть Вот что-то Найти Это классно Перемешиваем Блендером Боже Соус Приобретает Оранжевый оттенок Мне на самом деле Нужна такая Специальная Для блендера Чашечка Скорее всего Да Но у нас все По импровизации Да Как и в жизни Да На самом деле Я не особо люблю Прям планы Планы строить То есть я планы могу построить На ближайший год Максим Какие-то поездки Да Такие Что же окажется В продуктовой корзине На этот раз Узнаем Через несколько секунд Друзья Всем привет Меня зовут Катя Кириллина И как любая Активная мама Которая совмещает Семью и работу Мне приходится нести Приятное бремя Домашнего быта Так что сегодня Приглашаю вас На прогулку За продуктами Вместе со мной Я активно следую Правилам Рационального И разумного питания Так что перед тем Как пойти в магазин Я всегда составляю Разбор моих остатков Затем по ним Составляю меню На следующую неделю Полностью Завтраки Обеды Ужина На каждый день А также после этого Составляется список продуктов Завтрак Это конечно Дело святое Мы чередуем Как правило Яйца По четным дням И каши По нечетным дням Здесь можно найти Яйца в разной фасовке Разные категории Пожалуй нам Ячейки хватит На целую неделю Чечевица Как ни странно Очень хорошо Прижилась в нашей семье Где проживает Один мясоед И двое малаежек Из путешествий Я всегда стараюсь Какие-то местные специи Привозить Недавно я привезла Турецкие специи Для чечевичного супа Которые очень быстро делаются Можно заварить бульон Кинуть в стаканчик чечевицы Готовится очень быстро Залить сливками Взбить в пюре И подавать сухариками Очень вкусно Расскажу вам Одну семейную историю Мы однажды с мужем Ужинали в итальянском ресторане Где ему очень понравилась лазанья И мне, конечно же Пришлось научиться Готовить это блюдо На самом деле Блюдо готовится довольно просто Есть готовые пласты Из теста А к нему нужно приготовить Два вида соуса Это мясной соус А-ля болонезе И сливочный соус Бешенель На самом деле Это работенка, конечно, та еще Но того стоит Думаю, придется многим по вкусу И никого не оставить равнодушным Ну, не буду лукавить Я люблю похрумкать чем-то сладеньким На ночь Под горячий чаек Так что возьму пару упаковок Этого замечательного Корейского печенья Спрячу подальше В шкаф от детей Эти печеньки Напоминают мне О поездках В страну утренней свежести Они такие тонкие Сладкие С кунжутом И ими очень приятно Похрустеть За любимым сериалчиком Между завтраком И обедом Несложно и проголодаться Поэтому мы ежедневно Употребляем В рационе орешки Это мой любимый Сладкий миндаль Его можно кушать Не более 10 штук в сутки Он содержит Очень много Полезных микроэлементов И полезных жиров Еженедельно я закупаю 5 разных видов фруктов Чтобы получилось По одному фрукту На каждый будний день А в конце недели Из них можно сделать салатик Ну например В понедельник Можно взять апельсинчика На вторник Можно взять яблочков Банан в среду Что там еще есть Груши В четверг И пару киви на пятницу Из них получится В субботу Отменный салат Что касается овощей В зимний период Я стараюсь максимально закупать Овощи от местного производителя Которые в Айгуле В изобилии имеются Обожаю огурчики И также зеленый салат Смотрите Я взяла себе пару банок тушенки Я просто обожаю этот продукт В ленивую субботу С макарошками С гречкой С картошкой С любым гарниром Это идеальный обед Или ужин И как бы было не смешно Сверху на нее Я положу пачку креветок Мы очень любим морепродукты И примерно раз в неделю Их употребляем с пастой Иногда я могу приготовить суп том-ям Опять же Специи Которые были привезены Из разных поездок Но старайтесь Брать замороженные продукты К концу вашего шопинга Чтобы они не растаяли И не испортились Пока довезете вы их до дому Каждая хозяйка Хочет делать выгодные покупки Поэтому обращайте внимание На акции от магазина А также пользуйтесь Бонусной картой Гипермаркета Айгуль На этом все Надеюсь вам понравились Мои лайфхаки и советы До встречи В гипермаркете Айгуль Огромный выбор товаров И каждая хозяйка найдет Продукт по душе Так вот такая вот Получилась у нас Красная смесь Да Смесь Оранжевая Я знаю что Недавно Ксюш Ты улетала за границу Как вот тебя Сережа отпустил Сережа Как ты У него спросите Я прекрасно улетела Как ты так отпустила Я знал что она Закончила курс Астрологии То есть ей надо было Еще и диплом Получить в Москве Как бы я так подумал По пути в Европу Как бы может заскочить И забрать диплом Как бы в этом плане Да Просто наверное Это как подарок Ну пусть человек Как бы развивается То есть я никогда Не ограничиваю Без меня не поедешь Нет такого Нет он меня отпустил На самом деле Перезагрузиться Да Вот в этом плане Для перезагрузки Я закончила В прошлом году Курс астрологии Длительный очень И у меня был Такой этап Переход в новую профессию Такой этап Который не так Как бы Легко дается Вообще всем людям Да Переход на какую-то Новую ступень И я думаю Что эта поездка Была для меня Перезагрузкой Он это видел То что мне нужна Перезагрузка И отправил Я спросил у него Ну Хочешь поехать? Она такая Да Да Ты еще тогда Имидж прям поменял Нет Я после поездки Поменяла А после поездки Я после поездки Приехала Франция меня Настолько вдохновила Что я приехала Пошла в парикмахерскую К своей знакомой И говорю Дай ножницы мне Состригла длинные волосы Вот так вот Сама Потому что Мне прям Вот настолько Хотелось измениться Потому что Вот короткая прическа Все-таки Она очень сильно Меняет человека И вот А сейчас предлагаю Прерваться на Очень короткое время После которого Мы обязательно вернемся В нашу студию И продолжим готовить А как Сережа отреагировал? Так это у него второй раз Первый раз-то я был против Это 4-5 лет тому назад Я такой Нет, нет Тоже хотела подстрижься Да? Она? Я постригалась Она застригалась Я был против Но потом Такой Тоже Ну как бы Подумала А я тебя не спрашивала Спросила Я сказал Нет, не надо Не надо А потом я еще Заходил С телефоном Видел Прям Как она изменилась И так вот Шел, шел, шел У тебя челюсть упала Да Потому что я постриглась Вот здесь вот на лысо И вот здесь вот на лысо Тоже было все И вот тут вот Такая вот Прическа Такой вот Знаю, как ракет Все, и Сережа Стоял, наверное, там В шоке Ну да Он прямо Слова аж потерял Ну ничего Он потом смирился А вот сейчас Когда увидел Перемену Как тебе? Мне понравилось Да Я тоже был Немножко против Как бы Да Потом Как бы она же Я же знал Что она скажет Когда она в первый раз постриглась Она сказала Зря я постригла Ну такое было Немножко Ну у меня один раз Такое было Когда мне надоело Просто укладывайте Ну то есть важно Иногда даже и внешне Друг для друга Периодически меняться Для того, чтобы Как-то подогревать Вот эту романтику Я считаю, что да Да Что-то делать такое Да, вот Раз такая вся в черном Раз такая лысая Порешва Уже что-то новое Нет, ну это в нашем В нашем случае Мне кажется Вот так вот надо поступать Да У других пар Может быть другой сценарий А вот как бы Кстати, насчет этого Я бы сказал Извини, что прибил Вообще, как бы Жизнь Дана Ну, как бы раз Да И Сколько вот мы Старше становимся Я Начинаю размышлять То, что время Очень моментально летит Как бы наши взрослые Да Родители Там Родственники Говорят Что время быстро летит Поэтому Волосы отрастут Вот как бы Поэтому Не бойтесь перемен На самом деле Вот таких И внешне И как-то Главное развиваться Да, развиваться Быстро идти вперед Расти Например, вот сейчас На школьников Смотришь У них какие-то Свои там тенденции Пытаешься с ними Тоже как-то Разговаривать Узнать про них У нас готов Салат, да Но перемешать Можно Наверное Перед подачей К столу Сейчас не стоит Мне кажется, так Да, и так очень красиво И так очень красиво Выглядит Аж сами не ожидать Вот Удивительно Но в этой студии В фудлайф студии Всегда все получается Очень вкусно И еще ни разу Не было такого Что блюдо Какое-то не получалось Поэтому я думаю Все будет хорошо Аура 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 такая Просто здесь Вот прям Хочется готовить И обычные гости Иногда там приходят Говорят Я боюсь Что-то там Вот не получится Все всегда получается Мясо уже готово И осталось Его только оформить Так, показывайте Как это делать Я пока нарежу помидоры Ложим все в одну тарелочку В семье С одной тарелки едят Особенно Мы это любим делать Да? Я у нее стакан кофе отбираю Всегда Постоянно наливаю чай Или кофе Он постоянно У меня его отхлебывает Меня это раньше Вообще раздражало Честно А потом Я смирилась И мне даже как-то стало А потом она у меня сама Месть Но вы чувствуете Что вы с годами Становитесь похожи Друг на друга Ну я чувствую Да Внутренне там И главное Что мы делимся Друг с другом Только хорошими Характеристиками Какими-то Вот Сережа Например Меня научил Быть оптимистом Для меня Это раньше было сложно Я всегда В каких-то разных Ситуациях Когда ну что-то не получается Я сразу начинала нервничать У меня настроение Вообще на нуле И он меня научил Что нужно просто Перебарывать Вот это Ну перебороть И быть более оптимистичным Человеком А чему я тебя научила? Жизни Готовишь Как астронавта Как говорится Как это? Ну Астронавт? Ну Как астронавт Может ты забыл Что я астролог? Или что? Меня как астронавт Я веду Как бы готовишь Как бы жизни А он говорит Что я более закаленная Да? Да Кстати Я более закаленная Ты учился у меня Каким-то таким Как вам? Ну я Я вот Я не знаю Вот Когда говорят Спрашивают За что Любишь Жену Или что-то Я такой Ну Как бы Внутренне И вне Ну как бы Я знаю За что я ее люблю Но Как-то словами Это вот Передать Иногда Порой Даже Мне трудно Люблю Какая она Есть Мы сейчас Вообще Не про любовь Говорим Да? Ну Ксюша Тут В любви Признаются Она такая Ну вообще Не про любовь Я просто Поражаюсь Сережиному Вот этому Плавному Переходу Сразу же Такая Оп Да? А в ней Плавно Переходить На другие Темы Такой Оп Ну Красота Конечно У нас Получилась И вот Соус Да У нас Да Соус Можно Кстати Поставить Вот так Вот Как делают В ресторанах Ну вот Смотри Такой Классный Ужин Можно было Можете Если хотите Мясо В форме Сердечка Выложить Да Ну то То есть Ну то есть Вообще Фантазия Может Вообще Хоть Как Можете Украсить На ваш Вкус Да Салатик И вот Представляете Десертик Салатик Сейчас мы Вот его уже Вытащим Он уже У нас На подходе И будем Пробовать Готовы Все это Пробовать Ну вот Как раз Ты попробуешь Свой Соус Да Оленина Это вообще Тоже Вкус Детства Я Очень Люблю Оленину Папа Постоянно Жарил Варил Варил Суп И Я вообще Выросла На оленине И рыбе Да Я вот Тоже Выросла На оленине А я На помидорах И петрушке Только Ты мясом Сейчас Да Ну хорошо Так Ну что У нас Десертик Давайте Проверим Будем Проверять Ксюша Только Пожалуйста Возьми Их не надо Голыми руками Туда лезть Так Вот Лучше так Я не знаю Что это такое Все получится Ты сможешь Так На вид Вроде готов А где зубочистка? А Сережа У Сережи Все готово Да Все готово Так Ну что Вытаскиваем Я вот как раз Приготовила Досочку Ух ты Красота Вот Мне кажется Да Мне кажется Можно лезть Даже ложечками Отсюда Да Давай Сейчас я ложечки Так Как любит Пробовать Я же забыла Сахарной пудрой Посыпать надо Да У нас была Сахарная пудра Наш пирог Готов И нужно Перед подачей Посыпать его Сахарной пудрой Через ситечко Обычно Чуть-чуть совсем Он и так сладкий Такая снежная сказка У нас получилась Предлагаю попробовать Если честно Мне не терпится Вот именно соус Испробовать Потому что я ни разу О таком не слышала И Кстати соус Он так же Ну даже намного больше Наверное подойдет К рыбе Да ты что Да Ну потому что Он такой сливочный Немножко Так вы тоже Не стесняйтесь Берите Сейчас я попробую Ну как Знаете Очень необычно Да Очень необычно Мне безумно Понравилось Потому что Я думала Что Морошки Практически Не будет ощущаться За счет Дополнительных Ингредиентов Потому что Мед Он как будто бы Я думала Перебьет немножечко А тут нет Наоборот Он подчеркнул вкус Морошки И вот за счет того Что оленина Она такая Достаточно Ну такое жесткое мясо Оно прям Как-то вот Мягкости что ли Добавляет Я не знаю Как это Правильно говорить Но это вкусно Да Морошка Морошка Добавляет Такого лесного Запаха Какого-то Да 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 И вот эта кислинка Очень-очень вкусная Все-таки С косточкой Очень хорошо идет Интересно Так на зубах Да Доремалывается Давайте салатик Попробуем Давай Я вот заметила Что вы сюда Соуса никакого Не добавили Да Вот это вот Ваша фишка Так Ну мне показалось Что у помидора Есть свой сок У сыра Тоже есть Немножко Что-то такое Ну Соленое И если его Чуть-чуть перемешать То никакого Масла не надо Отлично Ну а вообще Можно оливковое Конечно Вот такой вот Лайфхак Ну что Давайте пробовать Кедровые орешки Мне больше всего Нравится Конечно Кедровый орешек В этом блюде Тоже очень необычно Вкусная тища такая Прям И реально Солить не надо Потому что Оказывается Сыр Он сам такой Соленый Еще как бы Я люблю Кушать Большими порциями Как говорится Да Поэтому Помидоры Они такие большие И огурчики большие Можно еще чуть-чуть Поменьше На самом деле Да Что-то ты нарезал Как для себя Прям Ну я люблю Больше Как бы Хоп И дальше Они чуть-чуть И все Да Мне кажется Такой интересный Салат Несмотря на Такой достаточно Ну простой Набор продуктов Все равно Есть какие-то Свои фишечки Которые делают Такой стандартный Казалось бы Салат Очень интересным И немножечко С такой вот Фишечкой Как кедровый орешек Который надо Немножечко Поджарить Итак Сладкий момент Да Берем ложкой Просто можно Ложкой попробовать Берем? Да Давайте Ммм Классно Она еще горячая Очень вкусно Мне вот Понравилось Что ты сверху Прям много-много Ягод посыпала И такая Сахарная пудра Есть Очень-очень вкусно И тесто Оно такое Достаточно мягкое Получилось Рысыпчатое Это прям вот Оно прям во рту тает Очень вкусно Я думаю Я думаю Этот рецепт Можно взять Себе на заметку И прям вот Если у вас Куча брусники На балконе Или в морозильнике Да Вот такой вот лайфхак Вот на этой вкусной ночи Мы с вами прощаемся Поэтому До следующей недели Всем пока Всем пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok